Всем привет! Как видите, держу в руках этого красавчика и уже не могу сдержаться, чтобы не рассказать о своем впечатлении о нем. Да, это наш умевший Honor 8X и да, в красном цвете, теперь и наш рынок может похвастаться. Сам по себе цвет действительно очень глубокий и насыщенный, что в совокупности с самобытным дизайном тыльной панельки, которую заметно выделяется среди линейки Honor, смотрится очень эффектно и симпатично. Здесь как бы все на своих местах, и матовая полоска, и традиционный градиент, и алюминиевые ребра, и 2.5D стекло, которое аккуратно обрамляет этот корпус. И знаете, что мне нравится? В эру моноборовых и широкодисплейных смартфонов я могла увидеть вот эту модель и сказать, да это же Honor 8X. Он узнаваем, и это круто. Но если мы взглянем на дисплей, увидим не менее интересное решение от производителя. Дисплей, который занимает 91% от передней панели, это явно небюджетный дисплей на вид. Это удобно прежде всего для чтения, серфинга со сетей, просмотра видео и, конечно же, для игрового пользования. LTPs-матрица с разрешением 2340 на 1080 дает нам четкую яркую картинку. Но и при этом Honor 8X может отличиться естественной цветопередачей, да и углы обзора тоже сносные. В целом могу сказать, что эргономика смарта реально продумана. В руке сидит более чем удобно, и его 6,5 дюймов почти не ощущается. Единственное, что управление одной рукой вызывает некоторые сложности. Не могу не затронуть, конечно же, и железо. Лично я в работе Honor 8X никаких лагов заметить не успела. Все относительно плавно и быстро, особенно если мы говорим не о флагмане. Как для среднего сегмента, FPS радует, микрофрезы не появлялись, да и энергопотреблением тоже смартфон не огорчает. Думаю, свою лепту внесла технология GPU Turbo, которая до этого встречалась в Honor Play. Возможно, поэтому не самый производительный процессор хорошо справляется с игрушками. Какой итог из всего вышесказанного? С тяжелыми играми смартфону будет тяжело. Но если для вас это не самое главное в смартфоне, и смартфон вам нужен не сугубо для игрового юзания, а для повседневных задач, то Honor 8X производительностью не огорчит. Хотелось бы затронуть и оболочку Emotion UI. Я нахожу удобным то, что она умеет изменять контрастность экрана и громкость в зависимости от окружающей обстановки и использования. Датчики действительно работают хорошо. Плюс порадовал большой список вариаций настройки дисплея, начиная от обоев и заканчивая цветовым режимом и размером шрифта. Что касается камеры, то тут у меня остались двоякие ощущения. С одной стороны, фото контрастное, яркое и вкусное одним словом, но приглядевшись, понимаю, что что-то не то. Детализация вроде бы неплохая, но иногда видны шумы, да и зум на троечку. Душа желает адекватной стабилизации. Это касается и основной, и фронтальной камеры. Но с другой стороны, два основных сенсора по 22 Мп с диафрагмой f1.8 способны даже при плохом освещении сделать что-то стоящее. Заявленный производителем искусственный интеллект как раз и делает фото вкуснее. Мне удалось вдоволь наиграться с распознаванием сцен и объектов в кадре. Это позволило действительно автоматически оптимизировать все параметры съемки. Да, Honor 8X это тоже умеет. При этом, на мой взгляд, динамический диапазон здесь также адекватный. Что касается фронталки, то в принципе история та же. Хороший искусственный интеллект и светосила делают свое дело. Данная модель немного удивила наличием слоу-мо, причем при 480 кадров в секунду. Правда, качество изображения оставляет желать лучшего. Да и в принципе, как и с Full HD видео здесь. Опять же вопрос к стабилизации. На борту Honor 8X имеем сканер лица и сканер отпечатка пальцев. Ну и как положено, работают они очень шустро и также плавно. Единственное, что нащупать сканер отпечатка, ну, немного сложно. Ну, возможно, именно поэтому мы видим какую-то красивую игру текстур в этом корпусе. Вот что меня абсолютно не впечатлило, так это звучание динамиков. Причем и в хороших наушниках тоже. Такое ощущение, что кто-то изрядно поиздевался эквалайзером. Зачастую слышно какое-то неуместное эхо. Частотный диапазон не так уж и велик. Про басы я вообще молчу. Да и громкостью большой этот динамик тоже не удивляет. Что касается автономности, плохого сказать ничего не могу. 3750 мАч с головой хватает на сутки активного пользования. Также я вижу здесь разъем microUSB. Согласна, это шаг назад, это и неудобно, и заряжаться аппарат будет дольше своих собратьев. Но правда ли, что к этому невозможно приспособиться? Отдельное спасибо хочу сказать за такую фичу, как NFC. Сейчас это очень удобно. И жирное плюсище за тройной слот для двух симок и microSD. Ну, это также действительно очень удобно. Кому не хватает памяти, пожалуйста, расширяй. Даже если ты пользуешься двумя симками. Так не люблю, когда таких двухсимочных людей, как я, ограничивает. Мы ведь за равноправие, так ведь? Итого, если вы хотите найти гаджет, в котором есть все и сразу, но в бюджете ограниченный, то Honor 8X идеальный вариант. Если видео вам понравилось, буду ждать от вас лайк и подписку. Также жмите колокольчик и смотрите другие наши видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok